Всем привет! Сегодня я снимаю очень необычное видео, хочу поделиться с вами тем, как я сама себя стригу. Да-да, шок! О, ужас! Она сама себя стрижет! Какой кошмар! Но, к сожалению, так получилось, и все благодаря парикмахерам. Об этом я расскажу чуть позже, поделюсь с вами историей, а сейчас давайте непосредственно перейдем к тому, как я это делаю. Во-первых, сначала я расчесываюсь. И, в общем, идею мне подсказали аниме-сериалы, аниме-герои. Мне очень нравятся их прически, такие как бы рваные в своем роде, очень здорово, никаких четких прямых линий, если есть, то очень излитка они встречаются. В общем, мне это очень нравится, я даже пыталась как-то взять за основу стрижку Lightning, то есть молнии из Final Fantasy, не помню какой части. Но, к сожалению, как-то у меня немножечко это не задалось. Наверное, нужно было просто предложить большим усилий, однако у меня немножечко это не получилось. Но ничего страшного, думаю, что и так вполне себе сойдет. Так, вот я наконец расчесалась с горем пополам. Первая стадия завершена, теперь можно переходить ко второй. Вторая стадия у меня это выпрямление волос утюжком. Почему так? Почему не мокрые волосы и так далее? Я не люблю стричь мокрые волосы, мне это очень не нравится. Мне лучше подождать пару дней, пока они не станут окончательно жирными, потом я их просто разравнирую утюжком и в итоге получатся те самые волосы, которые можно запросто стричь, пока они вот бьющиеся вроде как, не то чтобы бьющиеся, а бы какие. Итак, следующий этап в этом упрямлении утюжком. Утюжок наконец разогрелся, он адский, горячий. Лучше, конечно, пальцы долго не задерживать на этих пластинах. Ну, в общем, волосам, конечно, тоже не сладко приходится, но куда деваться, деваться некуда. Приходится их мучить постоянно, почти каждый день, ну и всегда, когда выходишь на улицу, так или иначе, им приходится очень туго. Вот на то, не всякие маски и прочее-прочее, чтобы потом ухаживать за волосами. Волосы нужно довольно тщательно разравнивать и стараться сделать так, чтобы все-таки после утюжка они не были завиты ни в какую сторону. Потому что, если вдруг так будет, то, конечно, процесс дизайни волос, он заметно так осложнится. Пресс выпрямления волос долг и мучитель, но оно там остается. Но у вас сейчас, если вы, конечно, делали то же самое, будут прямые и так далее. Волосы как раз то, что нужно для того, чтобы их подрезать. Ну, наверное, можно еще раз расчесать, может быть, лишнего вовсе не будет. Хотя я слышала, что если слишком часто расчесывать волосы, то как будто это и урезит, и от этого становится хуже и так далее. Так. Теперь самое главное и самое интересное. Это процесс именно стрижки волос, заключительный этап. Но самый сложный, самый тяжелый и вообще нафиг надо, казалось бы, но подрезать волосы. Тем не менее, нужно, особенно мне сейчас, потому что у меня адские кончики просто по секреции. И волосы из этого расти не хотят, потому что они обламываются на концах. И чтобы хоть они как-нибудь начали расти, необходимо обновить свою стрижку, которую я делала около, кажется, 8 месяцев назад. Или сколько уже, про что я точно не помню. Ну, в общем, не суть. Короче говоря, сейчас самое интересное. Я вам предлагаю брать волосы под небольшим таким прядем и приступать к стрижке. Но если вдруг у вас есть челка или вы хотите челку, то ту прядь, которая должна быть челкой, вы ее как-нибудь, не знаю, или заколите. В общем, как-нибудь выделите из общей вот этой вот массы волос, чтобы знать, что не стоит трогать. Далее, что касается действительно того, что волосы нужно закалывать себе. Почему я их не закалываю? Потому что я ленивый человек, я хочу, чтобы все было максимально просто, ненавижу сложности, поэтому я волосы не закалываю и стрибую их просто так. Если, правда, мне нужно что-то где-то выстричь, вот как, например, у меня здесь рядом с ушами волосы, то тогда, наверное, я могу заколоть. А так, по большей части, я их не закалываю и никак не фиксирую, никак не отделяю от общей массы и всякое такое. Приступим к этому самому сложному этапу. Итак, выбираем не сильно большую прядь, вот даже я, пожалуй, хватила лишнего, но должна быть еще даже меньше. Я думаю, что на первых порах стоит убрать максимально тонкие пряди, чтобы не наделать делов и не создать себе еще больше проблем. Тут, конечно, все поправимо, но зачем еще больше проблем, если можно и без них как-нибудь обойтись, правильно? Итак, что мы делаем? Мы ножницами. Да, это маникюрные ножницы. Я в последнее время не подрезаю ногти, я подпиливаю, поэтому думаю, ничего страшного, если я ими воспользуюсь. Итак, ножницы должны мне вот так вот резать волосы, посмотрите. Можно волосы вот так вот взять, обрезать, вот так вот, и это получится вообще ни разу некрасиво и нехорошо. Нам этого не надо, потому что получается тогда совсем не то, что я хотела, а получаются ужасные прямые линии. Это мне вообще не нужно. Нам нужно ножницами действовать постепенно, вот так вот, потихоньку, ими двигать, вдоль ряде. Вот так, постепенно, никуда не торопимся. Если времени не очень много, то это, конечно, не очень хорошо для стрижки, и чем длиннее у вас волосы, тем больше времени нужно. Для такой стрижки нужно, конечно, времени достаточно иметь, и я стараюсь прядь, погрязать с каждой стороны, то есть справа, слева, сзади, спереди, вообще со всех сторон, чтобы она была такой максимально анимешной, если можно так сказать. В общем, вот, я вам хотела демонстрировать, как не стоит делать, в итоге слишком уж обрезала свою длину, но ничего страшного, переживу как-нибудь. Зато я показала, к чему может привести, если прям совсем резкие движения делать. Ну и то же самое делаем со всеми остальными прядями. А теперь давайте вернемся к разговору о том, почему же я не хожу в парикмахерский. Я давным-давно, когда мне было 15 лет, это был 2009 год, если я не ошибаюсь, я была в 9 классе тогда. У меня еще так удачно сложилось, что каждый год соответствовал классу, в котором я учусь. Ну, то есть, 2010-й это 10 класс, 2009-й это 9 класс, и бла-бла-бла. И, в общем, я, будучи Эмма, решилась отправиться в парикмахерскую, естественно, за слишком. Сначала меня постигли хорошо, я, естественно, не запомнила, что это за мастер был, потому что, ну, казалось, что везде мастера одинаковые, но, видимо, не так было. Я просила, чтобы мне выстрелили, я тогда это называла хохолок, то есть, когда берется с затылка прядь, и, в общем, выстреливается вот где-то до сюда, и такими же движениями, как я вам показала. Там была совсем другая парикмахерша, до этого была та самая парикмахерша, которая все нормально сделала, у меня торчал так называемый хохолок. Когда же я пошла в другую парикмахерскую, к другому профессионалу, ну, казалось, что это профессионал тогда, а оказывается, оказалось, что казалось. Так вот, я попросила выстрелить тоже такой же хохолок мне, и мне просто вот сделали то же самое, что я сделала со своей прядью, чтобы вам показать, как не нужно делать. То есть, мне просто тупо выстрелили волосы, вот так вот, абсолютно беспонтово, и я с тех пор поняла, что зачем вообще я буду тратить деньги на этих мастеров безруких, для которых клиенты это просто конвейер и ничего больше, если я могу дома сама сделать себе стрижку. Да, может быть, криво получится, да, может быть, некрасиво, но зато я всегда могу исправить все, всегда могу сделать так, как бы мне хотелось, мне не нужно пытаться никому объяснить, что я хочу получить у себя на голове, не нужно волноваться, что волосы мне подрежут кончики не один сантиметр, оттяпают чуть ли там мне до кожи головой, облысив меня полностью, и так далее. В общем, стичься самой, на самом деле, не так, что плохо, главное не торопиться, и... В общем, как-то так. Да, это может быть немножечко сложно, но, по большому счету, все это вполне возможно самостоятельно сделать, и зачем действительно тратить деньги на таких горе мастеров, если можно вполне себе себя спокойно подстичь, без всяких там грягов. Вот так вот, не спеша, вот такими вот движениями, и вообще без проблем. Да, можно, конечно, не обращайте внимания на перхоть, не обширясь, все-таки, и так далее. Можно, конечно, себя подстичь так, что потом никакой парикмахер не поможет, но это нужно все же действительно без спешки делать то, что делаешь. Потому что если поспешусь, то людей не спешусь, как известно. Вот. И вот таким вот образом. Ну, да, немножечко неровно получается, но сначала можно просто подрезать кончики, а потом уже посмотреть, что там с дреной, и сделать так, чтобы все было в порядке в плане дреной. Я думаю, тут можно только одну ошибку сделать, то есть, если себя просто под машинку подстичь на высот, вот тогда это точно невозможно будет исправить. Разве что при помощи парика, а так, все вполне себе поправимо. Но еще раз повторяю, что торопиться не стоит. Почелку, вроде бы, как сложнее всего подрезать, особенно мне, человек, который без очков вообще ничего не видит. Но и тут тоже все вполне себе можно сделать сносно даже. Я вот так сказала. Главное знать технику, как стричь. У меня прическа наподобие лесенки получается. Раньше такие были в моде. У меня такой, вроде бы, не было. У меня были прямые волосы тогда. Я была похожа на металлю. В общем, да. Сейчас, собственно, руками я могу себе, вроде, стрижку сделать. Что самое интересное, и то, что мне больше всего нравится во всем этом, это то, что я ни копейки не заплачу горе парикмахеру. Сзади волосы тоже довольно сложная стрича, но если их сзади разделить как бы на две стороны посередине, как для хвостиков, то вполне себе нужно и сзади их самостоятельно подстричь. Только, конечно, не получится прям руки завести туда-назад, но вот так вот, перебрасывая одни упрятия вот так вот вперед, то запросто, возможно, и ее тоже подстричь. Главное не волноваться и не подходить к этому делу с мыслями, «Боже мой, что же я собираюсь сейчас делать с собой?» Я говорила, все вполне поправимо. И да, я не имею никакого отношения к парикмахерам, я и училась на парикмахера, поэтому у меня так криво получается, но, в общем, меня это мало волнует на самом деле, для меня главные кончики подстричь, и все. И если я это могу сама и сделать, если я не прибегаю к построению помощи, то почему бы мне этим не заняться? Потому что вся проблема у меня именно в кончиках, и, к сожалению, их секутся. может быть, какую-то там невероятно сложную стрижку и не выйдет самостоятельно делать, но думаю, чисто вот так вот кончики подстричь, это каждый хотя бы эксперимент может самой сделать. Однажды мы с мамой купили филировочные ножницы, и я подумала, что, ну все, теперь мои мучения точно закончились, у меня вот именно так волосы подстрижены, как я этого хочу, и никак иначе. Но выяснилось, что филировочными ножницами очень неудобно именно вот так вот встричь волосы, а все равно придется прибегнуть к старому уже испытанному методу, именно вот такую вот припадение. Сзади я советую особо не увлекаться в плане, по-моему, сколько волосы там могут быть короткими, потому что вы никогда не можете окунать, окунать наверняка, что там сзади происходит, и без лишних двух-трех зеркал нельзя подконтролировать процесс, поэтому особо там волосы укорачивать я не советую. Ну, так по кончикам пройтись, и все. Ничего сверхъестественного лучше самостоятельно все-таки не делать. Да, у меня бывает такое, что к концу всего этого подрезания волосы настолько устаю, что вы можете поливать, как они будут выглядеть, и просто лишь бы побыстрее закончить, поэтому я только с одной стороны их стригу, но это просто потому, что у меня уже как бы, ну, есть та основа, то излишки, которую я хотела, поэтому, да, могу себе позволить, но если у вас волосы подрезаны так, как я до этого показывала, на своей пряде, то лучше бы вам, конечно, не совсем лениться, не так, как я делаю, но все-таки стягать волосы, если вы хотите так, как я это делаю, наподобие аниме, каких-нибудь из трежек этих, то лучше, конечно, с каждой стороны. Но какое же это утомительное занятие все-таки. Ну и, в общем, я, как обычно, очень недовольна результатом. Тут, конечно, потребуется еще какое-то время, чтобы результат чуточку исправить и улучить. Ну, по большому счету, пыльчики я подстила на том спасибо. Отрастут, а там можно снова экспериментировать, сколько влезет. Теперь осталось как-нибудь сравнять все обе стороны, и все. Теперь можно сматывать курочки. Я все делаю на глаз, не отмеряя, сколько же там сантиметров мне нужно обрезать. Наверное, это не самый лучший способ, потому что, как известно, лучше все отмерять, если мне нужно обрезать, но для меня это слишком уж удивительно, я не хочу очень много времени на это все тратить, не считаю нужным, поэтому да, вот так. Можно еще вот так вот попробовать отмерить. В принципе, так и в парикмахерских, по-моему, делают. Они берут обе пряди с каждой стороны, при немудобно все, что нужно, и... ...смеряют. Вот так еще могут. Вот так вот. Короче говоря, резкие движения лучше не делать. И пряди, чем тоньше вы возьмете прядь, тем лучше это будет для стрижки. Ну вот, слишком коротко-то урезалось, перехожили. Как вариант, если у вас слишком грубо получилось, можно вот так вот пойти с ножницами и немножечко подъедить волосы. Ну, это, я думаю, уже на крайний случай, если прям совсем все нехорошо вышло. Ну, в общем, вот как-то так. Не скажу, чтобы я прям очень довольна результатом, но, в принципе, знаете, если себя почаще стричь, то можно даже руку набить, однако я это очень люблю сделать и не так уж часто делаю. Вот, стойка волос у меня получилась. Ну, в принципе, это нормальный результат для... ну, подрезания кончиков, что ли. Вот так вот все получилось. Надеюсь, у вас получится лучше. Желаю вам удачи в экспериментах со своими волосами. Главное, не спалите их. Если вдруг захотите, покрасите и не переварщивайте с дреной стрижки. Лучше не достричь, чем перестричь. Лучше пусть они будут длиннее у вас пряди, чем короче, потому что если совсем коротко, то, ну, придется ждать какое-то время, чтобы это все исправилось само как-нибудь. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, если вам это видео понравилось. Всем пока!